И с большим удовольствием приглашаю следующего спикера Данил Волков, это BI-архитектор компании Первый бит, офис спортивная. Даня, привет, как настроение? Да, всем добрый день, настроение отлично, готов рассказывать про наш кейс. Еще раз представлюсь, меня зовут Данил, я являюсь разработчиком компании Первый бит. И сегодня я вам расскажу про наш кейс миграции с платформы Power BI на платформу PXBI. Вкратце о нашей компании. Мы разрабатываем аналитические системы на BI-платформах уже более 13 лет, закрыто более 300 проектов, осуществляем поддержку и развитие существующих аналитических систем. Также с учетом нынешних тенденций занимаемся импортозамещением. Собственно, кейс по импортозамещению сегодня я вам расскажу. Готовим любую проектную документацию. И у нас достаточно большой стек технологий. Видно внизу экрана, но хочется отметить именно PXBI. Чуть позже расскажу почему. Перейдем сразу к кейсу. Задачи проекта, в первую очередь, это, как я уже говорил, импортозамещение с платформы Power BI один в один по точности в PXBI. И вторая задача после импортозамещения это развитие аналитики. Было техническое задание по разработке новой отчетности. Нужно было разработать 12 дэшбордов, основываясь на тех макетах и данных, которые работали у коллег в Excel. Теперь более подробно про этапы данного проекта. Мы их разделили на 4 основных вехи. Первая веха – это установочные этапы и разворачивание платформы. Более конкретно, если во время установочной этапы было проведено большое обследование, в ходе которого разработано техническое задание, а также разработан план график. Разворачивание платформы, я думаю, в принципе, понятен шаг. И переходим к следующей вехе – это миграция отчетов с Power BI. Собственно, самый такой тяжелый кейс, наверное, тяжелый этап из всех четырех. Мигрировано было 4 дэшборда на платформу PIX с учетом технических ограничений и особенностей платформы. И, соответственно, также была перенесена полностью модель данных. В PIX BI. Третий этап – это разработка нового функционала. Как раз вот про те самые 12 дэшбордов, которые я уже упоминал. И четвертый этап – это поддержка и развитие. Этот этап начался, соответственно, сразу после окончания третьего этапа. И идет он по сей день. Постоянно какие-то небольшие доработки по требованию заказчика. Например, аутентификация через Active Directory. То есть этого функционала, например, не было на тех этапах, ну, на предыдущих этапах, потому что, в принципе, в PIX BI такого функционала не было. Вот он появился. Соответственно, с учетом появления новых фишечек, нового функционала, заказчик просит там те или иные доработки, чтобы, так сказать, двигаться в ногу с прогрессом. Более подробно про установочный этап. Возникла самая главная сложность, с которой мы столкнулись. Это то, что, во-первых, это была группа компаний с обложенной структурой. Во-вторых, у каждой компании была своя 1С-система и разная учетная политика. Вот. То есть было более 60 скриптов на питоне изначально у заказчика, которые, соответственно, с этих учетных систем собирали данные. Архитектура, которая сейчас перед вами на экране, это та архитектура, которая была у заказчика на момент нашего прихода к ним. Вот. То есть изначально был Power BI, отвечал за построение визуализации. Также в комплект Power BI входит инструмент ETL под названием Power Query, который как раз отвечал за сбор и трансформацию данных. Вот. И, соответственно, уже были подняты специальные веб-сервисы, которые из учетных систем 1С данные трансформировали в нужный формат, ну, в данном случае в JSON. Вот. И инструмент Power Query, соответственно, путем Python скриптов собирал эти данные, консолидировал и уже передавал в BI. В ходе проекта было разработано две архитектуры. Сейчас я расскажу про первую версию. Вот. И расскажу почему. Когда стартовал проект, продукт PixBI был на начальном этапе развития. И, соответственно, части функционала, который сейчас вы можете видеть, который вы можете пощупать, его, в принципе, не было. Не было, например, ETL-инструмента. Пришлось воспользоваться сторонним компонентом под названием Apache Airflow. Это open-source инструмент. Почему именно он? Во-первых, он удобен по некоторым причинам. Во-вторых, безболезненно получилось перенести скрипты на Python, потому что Apache Airflow, в принципе, сам прекрасно понимает Python. Вот. А так как у заказчика уже был Python, поэтому, в принципе, трудов никаких дополнительных нам не составило. Единственное, что хотелось бы отметить, в части оптимизации и рефакторинга мы из 60 скриптов сделали 5. Вот. И, соответственно, ETL-процессы стали более оптимальны, проходить быстрее. Вот. И загружаться данные. Также у заказчика часть информации хранится в ручных выгрузках, в выгрузках Excel. То есть, например, плановые показатели, которые постоянно меняются, их не совсем релевантно было бы вносить в учетные системы, поэтому было принято решение записывать эти данные в Excel-файлы. Вот. Соответственно, мы добавили общедоступную директорию в качестве файлообменника кооперативного, в которой, соответственно, собирались все данные, все выгрузки Excel. Вот. И с этой директорией уже с помощью Apache Airflow мы плановые показатели собирали в СУБД. Также, коллеги, вы, наверное, заметили, что добавилось хранилище под названием Postgres СУБД. То есть, до этого у заказчика не было хранения данных. Данные всегда отображались в режиме реального времени. Вот. После внедрения хранилища, соответственно, появилась возможность работать еще с историческими данными с различными периодами. Ну, и за визуализацию, соответственно, данных уже отвечал продукт PIXBI. И вторая архитектура, финальное решение, которое работает по сей день. Как вы видите, Apache Airflow здесь уже отсутствует, так как компания разработала свой ETL-инструмент под названием PIXBI.ETL, который смог нивелировать все ETL-процессы, разработанные в Apache Airflow. И появилось свое проприетарное хранилище на базе СУБД ClickHouse. Соответственно, плюсом этого всего, в первую очередь, является то, что не нужно устанавливать дополнительно другие компоненты, это раз. А во-вторых, ClickHouse, в принципе, показывает себя по результатам отклика в несколько раз лучше, чем Postgres, даже который настроен правильно. Вот. Поэтому в любом случае оптимизация идет и, ну, сразу с двух сторон получается. И третий момент, который хотел бы я учесть, что PIX.ETL, он сам создает таблицы, он сам выбирает движки для таблиц, сам оптимизирует. В общем, очень много вещей, которые не нужно самому лично создавать, разрабатывать, изучать. Все это происходит под капотом, пользователь об этом не знает. Отдельно хочу отметить взаимодействие с вендором, так как этап, повторюсь, проект начался на ранних развитиях продукта, вот, поэтому взаимодействие было достаточно плотное, очень много было доработок, очень много запросов, как нас, от нас, как от интеграторов и от заказчика, соответственно, как от потребителя. И хочу отметить, что в целом критичные запросы исправлялись достаточно быстро, то есть в течение одного-двух дней, а доработки, допустим, которые не требовали, ну, которые были не суперсрочные, они были небольшие, в течение одной-двух дней тоже старались реализовать. Функционала было добавлено, на самом деле, очень много. Как пример скажу, что было, во-первых, очень мало визуализаций, доступных из коробки, вот, и сейчас их в разы больше, соответственно. И также, например, условное форматирование в таблицах, такого, в принципе, не было на тот момент. Вот это была, наверное, самая трудная доработка из всех, что я помню, вот, именно в ходе этого проекта. Вот, ее реализовали достаточно долго. Обучение. Обучение у нас проводится, как правило, в конце, соответственно, то есть мы разработали, полностью закончили проект, разработали проектную документацию, разработали руководство пользователей, руководство администратора, обучили соответствующих сотрудников. Вот, но конкретно вот в некоторых проектах, как тот, который я сейчас, про кейс которого я говорю, заказчик, иногда сотрудники и со стороны заказчика помогают нам в части разработки, в части миграции, в части знакомства с органолептикой продукта, со всеми ее особенностями продукта и так далее. Так и произошло в данном кейсе. То есть некоторые сотрудники принимали активное участие в ходе всего проекта. Они помогали нам и сверять данные, насколько правильно все мигрировалось, смотрели, насколько оптимизировалась модель данных, также знакомились с особенностями продукта, говорили, что нравится, что не нравится, и, соответственно, таким образом мы смогли учесть все пожелания заказчика и в ходе проекта провести, так сказать, тестирование данных, правильность, корректность этих данных. Вот, и в принципе соблюсти все критерии успешного проектирования, успешной задачи проекта. По результатам хочу отметить, что скорость формирования отчетов выросла в шесть раз благодаря тому, что переехали на кликаус, также рассчитали сайзинг, который позволяет накапливать данные в следующие пять лет. Хочу отметить, что кликаус платформа, как и PIXBI, так и кликаус горизонтально вертикально масштабируемая, поэтому в случае каких-то изменений можно будет спокойно промасштабироваться, добавить нужных ресурсов и дальше продолжать собирать данные. Также освободили от ручной подготовки к консолидации данных часть сотрудников, и что самое, наверное, главное и приятное, очень много сотрудников было вовлечено в BI, в принципе, познакомилось, что такое BI. Благодаря концепции self-service часть из них создает свою визуализацию, свои приложения, свои отчеты, которыми пользуются и по сей день, но и также пользуются теми продуктами, которые разработают для них мы. Коллеги, все, спасибо за внимание. Да, Данил, спасибо большое за интересный рассказ и доклад. Есть несколько вопросов из чата к тебе. На один из них уже Булат у нас ответил, вот, поэтому задам вопрос и разовью, на самом деле, тему с обучением. Ты упомянул, что в рамках проекта было обучение и вовлечение большого количества сотрудников, а вопрос от наших участников звучит следующим образом. Есть ли помимо обучения еще опыт создания центров компетенции? То есть у вас, как у нашего партнера, есть ли такие навыки, формируете ли вы этот центр? Что вы в это вкладываете? Какая-то, может быть, здесь методология есть? Вот тут, как бы, интересует коллег. Центр компетенции, можно вопросом на вопрос отвечу? Центр компетенции имеется в виду сертифицирование, подтверждение навыков или, возможно, какое-то обучение дополнительное? Мне кажется, здесь, я не знаю, что именно Вячеслав как бы спрашивал, мы можем сейчас догадаться, что это в том числе и сертификация, это в том числе передача навыков и методологии внедрения. То есть это история, когда после внедрения, которое осуществляется силами интегратора, остаются результаты проекта в виде отчетов, в виде развернутой функционирующей системы, но есть еще люди, которые в состоянии этот проект не только поддерживать, но и развивать. Ну, то есть такая передача компетенций. Я так это понимаю. Понял. Тогда сразу подсвечу два момента. Первый. Если, соответственно, вы обратились к нам как к интегратору, и мы, соответственно, разрабатываем приложение, ведем весь проект, то, конечно же, как я уже говорил, идет обучение в ходе всего проекта, это также финальное обучение тех сотрудников, которые не были вовлечены в ходе проекта, и составление соответствующей документации, включая документацию как для пользователя, так для разработчика, так и для администратора. Это раз. Во-вторых, есть, конечно же, есть у нас и центры компетенции в виде обучения. То есть, допустим, вы можете прийти к нам для того, чтобы мы вас обучили. У нас есть обучение также для администраторов и для разработчиков. Это два отдельных стрима, два отдельных курса, соответственно, то, кому что будет полезно. На курсе по администрированию мы обучаем коллег тому, как разворачивать систему на виндусовых машинах, на линуксовых машинах, как ее администрировать, как ее обновлять, все технические особенности, СССР-сертификаты и так далее, и так далее. Я сейчас в технику уйду, просто не хочу на этом зацикливаться. Ну и, соответственно, руководство разработчика, тут уже прямое обучение тому, как разрабатывать отчеты, приложения, дашборды и так далее. То есть, как их можно встроить в свой какой-нибудь корпоративный ресурс, например. Как можно закастомизировать, если не хватает коробочного решения, допустим. То есть, все это тоже входит в наше обучение. Окей, спасибо. Да, я здесь отмечу, что коллеги из первого бета «Спортивный» являются одним из двух аккредитованных партнеров, которые проводят обучение под наши эгиды, под эгиды вендора. Поэтому здесь это подтверждение слов Данила, что ребята это все могут, умеют. Короткий вопрос, который уже задавал сегодня. Данил, какие самые любимые визуализации у ваших клиентов в XBI? На вскидку парочку. Самые частые используемые – это, наверное, пайчарты. Ну, просто их, видимо, все так любят регулировать, там, публики и так далее. Таблицы, безусловно, любят, потому что таблицы очень сильно, во-первых, прокачались. Во-вторых, в принципе, как бы в BI как себя ведет таблица – это прям большой показатель. Особенно сводные таблицы. Столточная диаграмма. Ну, в общем, все по классике в целом. Все по классике. Хорошо. Спасибо тебе большое. Пока-пока, до новых проектов. Спасибо за выступление. Мальчик с його porteстрелим. Продолжение следует. Пóg返wealth. Продолжение следует. Продолжение следует.